Всем привет, с вами Боди, и да, это Тиндер в реальной жизни, вторая часть от Влада А4. Вот не поверите, захожу, захожу ровно в 15.00, ничего нету, захожу через 10 минут, ничего нету. И вот когда я перестал заходить на канал Влада А4, тут резко выходит видео. Я, я удивляюсь, я сразу ставлю лайк. Ребята, у нас вышла хоррор игра сегодня на втором канале, первая ссылка в описании на него. Я не буду спойлерить, что за хоррор, но там я ору по полной программе. Поэтому, если хотите угарнуть, возьмите чаёк, чтобы поугарать, как я прохожу хоррор игру и ору, то переходите. Второй канал, первая ссылка в описании, я серьёзно говорю, очень смешно. Погнали, Тиндер в реальной жизни. И всем привет, меня зовут Влад А4, Кобяков, Глент и Серёга. Ребята, сегодня... Здорово, пацаны. Тиндер, часть 2. Так, я поближе сделаю. Но если быть точнее, Тиндер в реальной жизни. Кратенько для тех, кто пропустил первую часть. О, никто не пропускал первую часть. Тиндер это приложение для знакомств. Парень с девушкой рандомно встречают друг друга в приложении. Если девушка... Но я не поверю, что он с Юлей и в Тиндере познакомился. Не поверю, честно. Конечно же, мы снимем для вас вторую часть. Мы сделали работу над ошибками. Мы убрали всё неинтересное и добавили всего интересного. Что интересного... О, это, это, это интересно. Ха-ха-ха. В этом ролике. Крик. Я сразу говорю то, что вот второй канал. Вот, на нём уже вышла хоррор-игра. Я не буду обновлять страницу, потому что там она уже появилась. Но мне нельзя вам показывать, что это за хоррор-игра. Второй канал в описании. Вот прям первая ссылочка. Прям переходите и смотрите новый ролик. Только я отвечаю, лучше надевайте наушники, так интереснее и смешнее. Первая ссылка в описании на второй канал. Хоррор-игра уже вышла. Переходи. Именно после этого ролика. Когда нам неловко, когда нам кринжово и стыдно. Вам это нравится. И этого сегодня будет очень много. Ну что, пацаны, самое время начинать. Приложение Тиндер открывается прямо сейчас. Вот наше окошечко. Девушки, приходите, заходите. Мы здесь, готовы уже. Ребята, 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 давайте проверим, как вы любите челленджи. Я, например, их просто обожаю. Смотрите, челлендж для вас. Четыре действия. Перевернуть телефон. Нажать лайк под это видео. Проверить красную кнопочку подписаться, чтобы она была серой. И нажать колокольчик. Вот такой вот непростой челлендж. Да, ребята. Ну я согласен. Это будет нелегко. Давайте по количеству лайков под этим видео посмотрим, как много человек смогло выполнить это. Вот вы тоже поставите лайк, посмотрим, сколько сможет поставить лайк. Если вы не сможете поставить лайк, значит, вы не умеете этого делать, в принципе. А те, кто умеет, все красавчики, потому что вы умеете, вы понимаете, вы думаете головой. Вы знаете, как сделать и поставить лайк. Посмотрим, сколько человек посмотрит и посмотрим, сколько поставит лайк. И посмотрим, сколько человек умеет подписываться на второй канал и включать уведомления и колокольчик на нем. Поэтому там хоррор игра вышла. Челлендж. Предупреждаю, он непростой. Но мы продолжаем. Первый раунд. Делаем аватарки при помощи дополнительных предметов. Ну и, ребята, применяем ум-смекалочку, как сделать красиво. Для аватарки А4 продакшн нам подготовил небольшой набор реквизита. Но, ребята, это не все. Можете сбегать на склад, использовать все, что есть на ангаре. Можете посмотреть, что у нас есть в холодильнике. Мы уже вернулись со склада, набрали себе вещички. Серега гитару взял, молодец, молодец, знает, как надо закадрить. И готовы к этому раунду. Ты начинаешь. Чем же ты удивишься? Ну, для начала выберу себе одежду, а затем выберу пару аксессуаров. Кобяков, ты куда намылился в таком образе? Что с тобой? На охоту. На кого ты охотишься? За сердцами. Если тебе скажу да, Кобяков, все, я ничего не понимаю в женщинах. Сразу говорю. Не то, что не понимаю. Глент сразу про себя. Ну все, можно не играть. Итак, пошел. Подожди, усы отклеились. Какой ты? Подожди, усы отклеились. Какой крич? Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если что, я с ним не дружу. Интересный образ, хорошенький. Да. Я ничего говорить не буду, ничего комментировать. Пускай поймет, как поймет. Я готов. Оранжевый цвет не люблю. Что? Что-то не получилось. Я думала... А почему она из оранжевого цвета? 100%. Так, Серега, теперь ты давай. Серега, у тебя же свои есть. И такого же цвета. Теперь он из меня не очень. Ну что, я готов? Позу, позу. Да, ну у меня здесь... Ладно, без них. У меня снизу здесь под... Без них. Вписано, мой отец имеет власть. Сразу нет. Мой отец имеет власть. Ничего интересного. Руки завяжи, да? Все, я готов. Банально. Хризантемы. Любимые цветы моей бабушки. Нет. Все, романтиком я перестаю быть. Сейчас я буду серьезным. Вы что, сейчас шутите, что ли? Кобяков один прошел. Ну, пацаном. Как ее разгадать? Она вообще сложная. Походу, она любит шубы. И усы. Вот. Ну что, пацаны, у нас еще три попытки в первом раунде. Идем к столу. Вы видели, как надо собирать свой образ. Демонстрирую второй мастер-класс. Итак, ага, иди. А вы, ребята, если хотите... Не, если правда сейчас пройдет, я охренею. Еще одну часть этого ролика. Ставьте лайк. Если еще вы не поняли, крутой этот видос или нет, смотрите его до конца. А потом... Конечно, смотрите вместе с нами. Креативненько. Тихо! Лайк, договорились. Комяков. Вау, креативненько. Потом узнаю, что за образ, давай. Так, я услышал одно слово. Креативненько. У меня есть одно... АААА! Готовочка для любителей креативненького. Не кринжовенького, а креативненького, запомните. А, кстати, прикольно. Объясняю миниатюрку. Это огонь. Типа мы на природе будем путешествовать. По креативу 11 из 10, пожалуй. Но возьму тебя не за это. Оранжевый подходит к моим волосам, давай. Штоник его к футболке. Блин, как сложно разгадать, пацаны. Я понял, что... Молодец. Надо использовать. Хоть здесь пригодилась оранжевая кофта, толстовка. Пользовать какие-то образы, прям узнаваемые. Вау! Вау! Красава! Серега, если нас кажется нет, приходи ко мне. Мой образ из горячего, горячего района Техаса. Вау. Музыкант. Не люблю гитару. Как не любишь гитару? Как вы относитесь к гитаре? Я не умею. Все стереотипы о том, что девушкам нравятся гитары, разрушились прямо сейчас. Играть по этому очень. А слушать? Мне нравится. Ну, Бибер клевый. Стой. Ты просто стой. Сейчас моя очередь. Я тут услышал слово креативный и оранжевый. Я знаю, что есть оранжевый на ангаре, с креативом проблем не будет. Я потом вам расскажу один сайт, где такого очень много. Я готов. Прикольные рожки. За байку, пожалуй, возьмем. Я специально мерч надевал, потому что чистоство во всех раундах. Короче, я тут подписчикам сказал, что сейчас расскажу, где можно такую байку купить. А еще кто-то не знает? Не знает. А4шоп.ру. Ну это мы уже все знаем. Вот мне отправят они мне тестовку. Кто им может понравиться? Было бы приятно. Вот на день рождение бы, Влад, отправили бы. Вот я рад был бы. Так, я все, я понял, я понял. У меня уже все родилось. Я знаю. Давайте обидим сегодня. Читерство это что? Просто не пойми что. Не, я бы сейчас на то же самое делал. Да, прикольно. Ну вот, так и знали. Ну да, это читерство какое-то. Ну да, это читерство. Смотрим. О, класс. Я думаю, нам будет о чем поговорить, так что да, свайк. О, молодец. О доске поговорим. Если я ей не понравлюсь, то я знаю, кто ей точно понравится. Нет, мы за людей без масок, так что нет, извините. Но это выглядело крипово, Влад. На самом деле, Кобяков украл мою идею. Так, ну я сейчас знаю, как исправить положение. Кобяков уже три раза подряд с первой попытки проходит, чтобы вы понимали. Так, Сергей, что это такое? Как говорится, по одежде встречают, поэтому меня, надеюсь, проводят. Поэтому ты взял костюм на 6 размеров больше. Да, я вот тоже, смотри, я думаю, чего. Костюм это 50% успеха, нужно принять еще позу. Котлы. О, ну это довольно-таки такой креативный персонаж. Так что, да, свой персонаж. Я ничего не понимаю. Молодец, молодец. Взять то, что ты бы никогда не взял. Ладно. Кстати, у меня же день рождения скоро, ребят. Вот делайте кнопку серой на нашем с вами основном канале. Давайте 2 миллиона добьем уже до день рождения. Тут месяц остался. Меньше месяца. 20 дней. 2 миллиона. Давайте добьем до... Ну вот до 9 октября. Ну, ребят, ну тут чуть-чуть осталось. И давайте 150 тысяч подписанных зрителей сделаем на втором канале. Я обещаю то, что если там будет 150к, я буду постоянно выкладывать хоррор игры. Сейчас там уже вышла новая хоррор игра. Посмотрите, я отвечаю, вам понравится. Я обновлять не буду, но там правда хоррор игра. Прямо перейдите, посмотрите последний ролик. Либо предпоследний. Там уже 3 новых ролика вышло. Поэтому переходите, пожалуйста. Первая ссылка в описании на наш второй канал. Подписывайтесь и включайте уведомления. И ставьте лайк под этим роликом. Нет, то, что ты никогда не взял. А, никогда, блин. Фокусник! Смотри, посмотри на них. Ну, такие вкусы нынче у девушек. Мне кажется, что, в принципе, есть шанс. Так, сейчас главная поза. Ты типа фокусник, маг. Эрман. Не, ну это выглядит очень... с очками не очень. Мне вот не очень нравится. Человек хочет привлечь внимание, мне это не интересно, так что нет. Фрик. 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 Посмотрите, они кардинально поменяли свой стиль. Мы же всего лишь ничего толком не сделали. В этом может быть наша ошибка. Хорошо, в следующем раунде я вам обещаю. Вы просто меня не узнаете. Так, у нас у каждого еще по одной попыточке. Погнали. Блин, ребята, я уже в тупике. У меня есть одна идейка. То есть по минимуму, да? Я готов. И в чем? Прикол. Ты уже все решил не участвовать или что? Пацаны, вы ничего не понимаете. Кстати, ну реально, мы так на него гоним, а его уже три раза подряд свайкнули. Да, 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 да. Ну если вот здесь свайп будет, да, то я как бы... Эта фраза произносится уже тоже третий раз. Значит дело в Кобякове, а не в костюме. Ну это же невозможно. Ты любишь спорт? Да. Ну что? Ну как? Как? Что за бред? Короче, у меня идейка была еще с первого раунда. Надо будет додуматься. Я? Кто? Дед? Это как? Что дарит? Подарки. Из ваты. А зачем вы думаете, что это какой-нибудь дед? Ну это оригинально, да. Оригинально, ага. Пацаны сбавили темпы. Видно вообще реквизитом не пользуются, но я не такой. Я полностью перевоплощусь. Вот смотрите, вот Сергей, а сейчас будет мне Сергей. Ну что, я думаю, сила победит. О, класс, обожаю бокс. Я думаю, пообсуждают меня немножко. В отношениях ты или попал, или не попал. Вот Серега попал. Мне тоже нужно перевоплотиться. По всем видам спорта прошлись. Сейчас пройдемся по отдыху. Шансы есть, шансы есть. Шансы есть, я думаю, шансы есть. Ну такое, я не очень люблю баню, прости. Первый раунд. Зак. А он надеялся, надеялся, что его выберут. Кончился, переходим ко второму. Итак, пацаны, второй раунд это нечто новенькое. Давайте перенесемся немного в будущее. И представим, что через экран можно просунуть руку и что-нибудь потрогать. Так вот, девушка сейчас называет какую-то часть тела. Посмотрите сюда, ничего не видно, сюда может пролезть только рука. Мы подсовываем эту часть тела. Она щупает, запоминает. Потом она говорит, кто ей понравился, а кто не понравился. Но, чтобы исключить 4 да или 4 нет, девушке обязательно нужно двоим сказать да, а двоим сказать нет. Сейчас, пацаны... Ну да, это на самом деле очень хорошо, если так будет. И узнаем, у кого какая часть тела лучше. Я думаю, это будет очень интересно. Не, это правда будет интересно. Я только за, мне очень интересно, что будет. Мани, погнали. Какую часть тела? Пресс. Что-то непонятное. А у меня тоже кубики есть. Пока что. Давайте дальше. О, здесь поинтереснее. Да, я говорю, кубики у Влада тоже есть. Так я говорю, мы с Владом одного телосложения. Мы, мы хоть и дречи, зато у нас кубики есть. А это точно пресс? Ага, дальше. Поинтереснее. Что это? Что это за арбузик? Стойте, я не понимаю, что это. Давайте дальше. Да ладно, это животик Кобякова. Мне кажется, что было уже, нет? Ну что, ты запомнила? Да, второй точно, да. Потому что очень упругий, то есть, ну вот, именно пресс. И, наверное, выберу первый. Кобяков. У нас объективно не было шансов. Летом мы отдыхали, мы не качались. Идите, пузатые. Вторая часть тела. Я, пожалуй, выберу ладошки. Тут будет или шершавая, или не шершавая. У меня очень мягкие ладони. Вам не интересно, какие у меня ладони, я знаю. Это так выглядит, это, это ржачно, это реально ржачно. Я не знаю, как вам, но я угораю. Тёпленькие, как я люблю. Я обычно холодная. Смотрите сюда. У меня тоже всегда тёплые ладони. У меня всегда циркулирует, чаще всего, кровь здесь. Они у меня всегда красные. Вот ладошки у меня всегда красные. Я не знаю, почему. А, всё. Так не уверен. Да ладно! Слишком напряжённый какой-то. Расслабься, может? Хорошо. Да ну нафиг. Серёг, ты чё? Я не знал. А я лично вообще-то рад. Оказывается, Сергей-то у нас женат. Я лично поздравлю его от всей души. Я поздравлю. Молодец. Я реально не знал. Нет, правда. Ну а чё? Молодец. Я тебя поздравляю, Сергей. Вот. Желаю любви и счастья. Зайду в его инстаграм и посмотрю вообще... Может быть мне показалось. Не может же мне показаться там реально это, да? Все такие напряжённые. Как-то ненежные. Просто я вроде как заходил в его инстаграм, я не видел ни разу его жену. Ну вот правда ни разу. Вот. Ну не было фотографий. Ну я чё-то такой, ну ладно. А он так вот это... Ну круто, кстати. Очень круто. Так аккуратненько. Хорошо. Я могу сделать свой выбор. Пожалуй, пускай это будет первый и четвёртый. У нас с тобой не всё хорошо по прессу, но по ладошкам явно мы превосходим. Мягкотелые. Мягкие, да. Пузыры. Странные люди, да? Пресса нет, руки мягкие. Что за сочетание? Ну что, следующая часть тела. Спина. Спина, значит? Ну давай, ну ты чё? Так, давайте поставлю ставку. Мне кажется то, что меня бы и Влада точно не выбрали, потому что у нас костлявая спина. Вот. Позвоночник там точно бы она почувствовала. Поэтому я не уверен, что девушкам понравилось бы трогать кости на спине. Поэтому я уверен, что выберут либо Кобякова, либо Глента. Ну или Сергея. Но ведь за спиной как за стеной, так что я чувствую, что этот вариант очень даже неплох. Сейчас скажет кость. Бывает не таки слабенько, но неплохой такой конкурент. Ну мне понравился первый и третий вариант, а не довольно... Ну я так и думал, блин. Такие сильные. Ну спинку подкачать можно сейчас. Нам надо подкачать, да. Буду оценивать по... По попе. Ну ты даешь. Все. Готово. Я запомнила. 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 Первый. Четвертый. Я не успокоюсь, пока я не потрогаю их попу. Один человек, это не объективно. Давайте устроим ролик. Сто человек позовем. И выясним. Да. Сто человек, вау. Вот это неждан. Такого я точно не ожидаю. Я использовал все лайфхаки, как девчонки делают. Бедрышко выставляешь, джинсы натягиваешь. Все, попа готова. Так надо мужскую же. Я что-то помню прям, я вот после его слов вспомнился. Локоток на голову. Спинка в сторону. Как это в тиктоке вот эта популярна песня. Каблучок за голову. Бедро в сторону. Ну и что-то еще. Убери камеру. Также, пацаны, предлагаю маленький бонус раунд. Смотрите, есть вечный спор. Вот я сейчас говорю, пацаны, у меня бицуха лучше, чем у вас вообще всех. Так у меня вообще камень как бы, Влад, ты видел? Ну, именно поэтому у нас есть уникальная возможность это выяснить. Запомните, девушки всегда решают все вопросы пацанов. Понимаете? Идеально. Ничего себе. Ну, короче, мне вот интересно, кто, 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 кто. Мне кажется, самая жесткая бицуха, я вот скажу точно. Из-за того, что у Кобякова широкая рука, я уверен, что у Кобякова. И... А, ну если одного, то у Кобяков. А если несколько, то еще и Глент. Офигеть. Чего, серьезно, что ли, офигеть? Ну, тогда и у меня тоже, офигеть. Плотненько. Второй и третий. Ооо, прогадал я с Глентом. Ой, с Кобяковым. Красава, красава. Ну вот, в принципе, спор и решился. Ну что, переходим в третий раунд. Пацаны, смотрите, сейчас будет раунд с комплиментами. В прошлой версии тоже были комплименты, но мы их просто зачитывали с листика. Это же скукотища. Я читал комментарии, подписчикам очень понравилось, когда мы импровизировали и сами решали, как выходить из ситуации. Да, вот это интересно. В этом стаканчике на бумажке слово. Мы вытягиваем это слово, подходим к рамке и нам нужно превратить это слово в... Предложение. Комплимент. Ну, в предложение, комплимент, а вы, короче, поняли. Ну что, пацаны, играем, получается, уже по-серьезному. Придумать самим, прикиньте. И комплимент главное. Ну вот, к примеру, там, допустим, цветок. Ты так красиво, словно аленький цветок. Вот. Примерно так. Должен понравиться. У меня прям уже хорошо. У меня легко. Ну тогда ты и начинай. Ну что, посмотри, что у меня там есть. Я видел... Слово, и я не представляю, что он скажет. Это Сергей, смотрите, сейчас кто здесь выдаст. Комплимент, не забывай, комплимент. Ей должно понравиться. Ты так красивый, что даже твои хейтеры любят тебя за красоту. Это было очень мило, да. Пацаны, мне кажется, смысла не было просто слова красивые. Хейтеры любят, но никто не запрещает так делать. Давай ты, а потом я. Мое слово. Это очень важное слово. Хейтеры любят тебя за твою красоту, я не понимаю как. Это же нелогично. А почему их хейтеры так назовут? Понимаешь? Мы блогеры и очень сильно любим ютуб. Но любовь к тебе, она в 10 раз сильнее, чем к ютубу. Что-то не то. Что ты намешал? Такое слово ютуб. У меня... Ты знаешь, ты такая красивая. Мне кажется, что все твои видосы в тиктоке залетают в рекомендации. Она сейчас себе такая. Ой, а у меня тиктока нет. Потому что в тиктоке востребованы красивые девчонки. О, да. Девушки любят ушами. Иди давай, сейчас посмотрим, что ты скажешь. Если бы ты была носками, ты была бы моей любимой парой. Ой, я аж заплакал. Ладно, это было обидно, честно. Кто первый тянет, тот первый идет. Такой закон. Дай последний. Нет, я второй, ладно. Я третий. А я четвертый. Покажи, все плохо. Ну ты иди, иди первый. У меня выпало необычное слово. Борщ. И мне кажется, когда создавали тебя, слишком переборщили с твоей красотой. Какая неожиданная и неприятная. Нееет. Нормально. Да ладно, мне кажется, прикольно. Сли... А, нет, это было неприятно немного. Слишком переборщили с твоей красотой. Ну, мне кажется, это звучит неприятно. Зачем слишком? И переборщили тоже, типа, перебор уже. Надо, чтобы ты, типа, была менее, что ли, красивая. Вот так она подумала. Девушки любят слушать ушами, поэтому нельзя допускать таких ошибок. Нормально было, я бы согласился. Давай, теперь ты второй. Ну, мне кажется, перебор. Да, ну тут, конечно. А, ваш папа, случайно, не электрик? Нет. Откуда у него такая искра? Неплохая, давай. Ты плачешь. Пол, что ли? Я пока фейспалм бил, его уже выбрали. Красная кнопочка в описании внизу. Ты когда-нибудь трогала слайм? Делайте ее серой. Если у вас серая, молодцы. Если красная, то не молодцы. Делайте серой, чтобы быть красавцами. И красавицами. Трогала. Когда ты трогаешь слайм, оно такое приятное, кайфовое. Время со мной будет такое же. Приятное, кайфовое. Ты когда-нибудь трогала слайм? Трогала. Когда ты трогаешь слайм, оно такое приятное, кайфовое. И время со мной будет такое же. Не убедите. На самом деле у меня такое достаточно... Сколько слов... Красавки, так! С ним надо немножко поработать. Знаешь, у каждого мужчины, парня, мальчика есть та самая любимая пара красава, которую он помнит на протяжении всей своей жизни. Так вот, я надеюсь, что когда-нибудь я буду вспоминать эту встречу на протяжении всей нашей жизни. Ну, знаешь, скорее, наверное, нет. Да опять потому, что приравниваете к кроссовкам. Ну, скажите там, допустим, я бы вышел в своих... Я бы вышел в... Я бы вышел в своих любимых кроссовках и в дождь, и в грязь, главное, чтобы встресить себя. И видите, типа, на кроссовки не надо, как бы, обращать внимание, и на нее, в основном, считай, акцент идет. А что с кроссовками придумать? Мы, как шнурки, давай завяжем друг друга или... Ну что, ребята, еще два круга. Это только начало. Нет, круто, мне нравится. Красненький такой. Жарко. Или потому, что ты в красной зоне стоишь? Неудачников. О, вот пришел прямо сюда, смотрите. Сейчас будет легко. Привет, детка. За мной ты будешь как за каменной стеной, поэтому свайпай вправо. Слишком банально, так что нет. А что за слово было? Стена. Все, я не пойду. Это она, помните, выбирала когда-то как за каменной стеной? Сейчас. У меня очень плохое слово. Вот, Кобяков, вот, вот, словил мысль. Давай, давай, иди, я почувствовал. Давай, 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 давай. Давай, Кобяков. Я без тебя, как оливка без косточки. Будь моей косточкой. А вот это было вообще-то мило. Ну давай ты иди. Спасательный круг? В каждой лодке, на каждом корабле есть спасательный круг, чтобы спасти моряка. Так вот, на моей лодке нет спасательного круга. Ты станешь моим спасательным кругом? Ладно, ну это красиво звучит, так что да, давай. Замудрил тоже все равно, но вышла из ситуации. Набирал по песчинке, иди давай. Я покажу просто свое слово, и если вы в комментариях придумаете что-то к этому, то вы гений. Весы, 9 октября, мой день рождения, это знак зодиака, у меня весы. Мы созданы друг друг от друга, как весы и продукты. Ставлю 100 гривен, что Глент туда пойдет. Если весы могут измерить вес, то мою любовь к тебе ничего измерить не может. Не, извини. А, мне кажется, было круто, молодец, как придумал. 100 гривен. Просто это же триггер для женщин. Последний. Да ну блин. Не, Глент, вот посмотри сюда. У, я придумал нормально, ну такое, типа, приятно, я могу даже сейчас. Слово. Ты, это как самое дорогое и качественное кофе, всегда оставляешь после себя приятное послевкусие. Да. Очень на грани было, очень. Мне кажется, да, послевкусие. Не знаю. Ну нет, мне кажется, ну ей понравилось, но мне кажется, это было очень на грани, как Влад сказал. Прям очень, вот 50 до 50. В пинограмме очень. Серега, у Серега подготовился. Итак, мое слово. Твои ножки, как две палочки, твикс, и хочется съесть. Нет. Они же вкусные, твикс. Кто хочет, чтобы его ноги отгрызли, ты что, гонишься? Рядом с тобой хочется достать свой аирподс из ушей, чтобы услышать твой ангельский голос. О, да, это очень круто. Мы посоветовали с Глентом и накинули один вариант. А слово? Я не могу уснуть без тебя, как без кондиционера летом в Одессе. Нет. Айтсон, давай. Да, да, все-таки я думал, нет. Походу, претензии к шоколаду какие-то есть. Ой, ребята, мы делаем это для вас. Нам очень кринжовенько и стыдно, но мы стараемся это для вас, поэтому поддержите нас. Вот вы тоже поддержите лайком нас, правда, и подпишите на наш канал. Здесь всегда выходит реакция на Влада, и вы будете смотреть вместе с нами Влада и угорать вместе с нами. И включайте уведомления, чтобы не пропускать и самыми первыми быть. Потому что я захожу прям, практически сам первый, здесь видите 13 тысяч просмотров. С лайком, будет очень приятно. Ну, а на этом с комплиментами. Второй канал, первый, ссылка в описании. Там хоррор-игра уже вышла. Я гарантирую, она офигенная. Переходите, я там... Все, переходим дальше. Итак, что-то мы немножечко подустали. Сейчас, ребята, будет кое-что интересненькое. Мы с девочками поменяемся местами. Они нам будут рассказывать что-то про себя, какие-то факты. Ну, а мы уже будем решать, нравится нам, не нравится. Ну, все, давайте, давайте. Вот тут поприятнее находиться. На, тут как-то поувереннее. Итак. Ага. Я очень много снимаюсь в рекламе и в кино. Даже снималась в клипе у Влада в бумаге А4. Я помню такое. Ну, да. Да, да, да. Приветиким, приветиким. Я очень люблю морепродукты. Могу их кушать на завтрак, на обед. И на ужин. Так, 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 так. Я около 6 лет не ем мясо. Ибо понимаю, что организм это не свалка. И если что, можем выбраться как-нибудь на пикничок. Только и чисто в веганских. Я обожаю запах подвала и сырости. Поэтому я готова сниматься в ролике 24 часа в подвале. Бери, бери. Посмотри. Нет, нет, нет. Видите, какой тут царь. Посмотрите. Ну, я вам скажу, ребята, довольно-таки непросто тоже на этой стороне находиться. Давай, Серега. Да, да. Я люблю прыгать без парашюта. Без парашюта? Без. Это как? Так, а ты не лезь. Это, конечно, интересно, но у меня интересует другой вопрос. В борщ ты добавишь сметану или майонез? Сметану. Так, влево. Что? Что? Сергей! Обожаю майонез. Так, у меня такой интересный факт. Я очень... Я тоже люблю майонез, ну и сметану тоже. Поэтому, независимо от ответа, я бы вправо свайпнул. Люблю машину водить. Да, вправо. Мне нужно, чтобы меня обвозили. У меня диагноз гиперактивность, так что если ты готов в 3 часа ночи приседаться, ну это let's go. Я тоже активный, поэтому... Вот, супер. ...право. В детстве я упала в прорубь и застряла там. Поэтому теперь я не боюсь любых холодов. А ты умеешь кататься на велосипеде? Конечно. Тогда право. Теперь, Кобяков, ты. Я очень люблю путешествовать. За 4 года я объездила 35 стран. Охренеть. По кошельку считает или хватит? Да, 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 я тоже. Еще на 35. Давай. Я очень... Чего, реально что ли? Не люблю спорт, уже 5 лет играю в баскетбол. Не очень люблю баскетбол, так что нет. Меня влечет сверх кино. При любой возможности еду на съемочную площадку. Если хочешь, могу как-нибудь позвать, посниматься. Нет. Спасибо. Я увлекаюсь боксом, поэтому я могу защитить даже тебя. Я и сам себя могу защитить. увлекаюсь боксом поэтому я могу защитить даже тебя я и сам себя могу так ну понятно понятно лайк 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 это было круто я совершенно не умею быть серьезной самая милая девочка это вот это вот она мне кажется она очень милая остальные как будто специально хотят слететь типа она такая я люблю морепродукты ну хотя да они тоже прикалываются типа и так далее здесь все крутые все красивые девчонки но вот это самая милая как по мне она она очень она постоянно улыбается улыбка дает людям радость и позитив поэтому мне нравится вот эта девушка она на все вопросы отвечает хорошо очень короче жизнь радостная мне нравится прикольная другие тоже хороши но вот это вот прям эксклюзив так сказать прям выделяется знаете но это прикольно это хорошо да однажды я была при что же что я про серьезный а я никогда не могу быть серьезно бокала да прикольно это хорошо да однажды я была в ресторане украла два бокала до один для себя второй для тебя конечно проходим ребята я живу музыкой увлекаясь игрой на фону а на клавишных о это кстати очень круто на фону даже о молодец музыкантка короче хожу на диджей тусовочки так что если хочешь можем ходить как-нибудь я обожаю сладкое поэтому могу есть его вместо обычной еды она она даже идет она даже не он даже это конечно сладкоежки крутые ребята ну надеюсь вам было и на это интересно посмотреть а сейчас мы переходим немножечко к активным всяким телодвижениям танцем физкультуре и к нашим талантам сейчас будет максимальная кринжуха пам 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 смотри на стену покрути обруч покажи фокус покажи приемы каратэ короче много много всего интересного и вот девушка смотрит на нас потом на стеночку и выбирает какое-то задание нам и мы его должны показать и вот если ей понравится она свайпы справа не понравится влево начинает кобяков привет сделай колесом колесо ну давайте можно что-нибудь поспорим если говорят тебе нет то ты что-то получаешь дизреспект во первых от подписчиков на щелбан ну такой хороший царский и дизреспект окей ты понимаешь если ты не я не сделал выглядело это как колесо или не как колесо ладно за старание поставлю так включи свое первое видео на канале нанесите телефон на этом видео 4 миллиона 100 тысяч просмотров ему 5 лет это я она 15 секунд длится там еще есть музыка но плечи без музыки даже не знаю я тоже даже не знаю почему она еще на канале а прости но нет а что там такого интересного надо посмотреть я надеюсь его уже нет на канале когда вы смотрите это видео так сережка что я готов к всему давай танцуйте кто не тиктоник так и поехали опа опа о о красавец смотри какой тиктоник танцует не молодец серёга походу у нас тусить любит уже и знает как тиктоник танцевать молодец молодец голову закинь закинь давай выберете сложно будет сейчас изобразим котик давай я не умею изображаю котика не могу они там пишут лапку да 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 а теперь у кота что ли две ноги он на ногах стоит а посмотрите как я был я котик сижу такой я кот да ладно ладно справился справился за нет получать ну выглядит кренжовенько прикольно ладно смешно щелбану я третий теперь серёга первый давай без разницы а давай как раз ты уже показал свои танцевальные навыки станцуешь медленный танец с кобяковым ты хотела добавить но кобяков если ты это выполнишь что получается это вам двоим даст да сразу да двоим скажут я не буду прижиматься идем давай позу держимся на паузицу за руки смотрим глаза и поехали какой все и прекрасный вечер сердце поют думаю достаточно как-то не искренне я не поверила нет смысле все вы вдвоем не прошли партнер плохой был куда туда не все давай за двоих выбирать давай-ка ты покажешь свою силу и отожмешься 25 раз это просто если честно не отжимался мне кажется месяца два здесь не получится ну он отожмется к потом покажешь пока хватит молодец отжался отжался все теперь я покажи фокус у меня есть бумажки я кладу деньги и шляпу и я все видела но это несерьезно сюда старание 0 обидно итак давайте давай ладно так ну куда они достаточно такие легкие давай сделаешь фигуру шарика мне нужен шарик никогда этим не занимался мне кажется он сможет он сделает ну-ка да ладно о своей какая красота это было долго но ну ладно теперь иду я танцует а не смог опять танцы опять станции я ну мне уже стрематься нечего так я где-то тоже видел в интернете надо вспомнить чем-то кисти главное и музыку так там они делают 2 двигают бедрами и руками я готов так мы команда а4 мы тут все единые крутые уху вот так еще могу я криндж покрути обруч папа папа у меня получится не получится да ладно очень сложно держать его вверху нужно получается двигаемся к нашим последним заданиям 4 нормальной нормали давай серега теперь гульonda горсово давай серот thing от чего самый сложный я забрал уже покажи приема каратэ У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Так, это делать так не надо. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Это уже, уже... Ну, лук нашелковал. Да, нормально. Да, лайк. Нравится. Фу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Давайте я. Поиграем в гляделки. В гляделки. Я профессионал. Раз, два, три, время пошло. Кобяков. Ииии... А если проиграешь, скажи, я специально подался тебе. Ииии... Ииии... О-о-о-о-о! Так Ализа моргнула раньше. Моргнула? Да, было. Ты моргнул? Ты уже проиграл? Значит, ты взялёк. Я победил! Кобяков? Изобрази бодибилдера. Прям, всё, ты пошёл на сцену, выходишь. Ты весь в масле, ты весь в масле, ты тёмный. Я не могу, это какой-то дипец. Веркулез просто. О-о-о, да. Да-да-да, слушайте, ну умею. Спинку показать. Всё, давай-давай, лайк-лайк. Так-так-так-так. Станцуй брейк-данс. Ладно, я занимался брейк-дансом три занятия. Студус-студус, потом переходик. Ну я понял, круто. Вау. Нормально, нравится. Нет, неплохо и правда. Ну что, мы, получается, все прошли. Щёки красные, всё горит, очень стыдно. Но мы этот ролик сделали. Надеюсь, вам это понравилось, и мы не зря краснели. Поддержите нас лайком, если вам зашло это видео. И мы, может быть, подумаем на третье. Нет, реально неплохо. Счастью, и сделаем её ещё более кринжовой. Ну, нам вроде бы было... Ещё более кринжовой! Прикольно. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Глент Кобяков и Серёга. Всем пока! Глент Кобяков! Короче, мне понравилось. Очень неплохо. Ребята, напишите комментарии, как вам. Типа, реально круто. Я арнал, это ржака. Лайк! Подписывайтесь на наш с вами YouTube канал. Давайте 2 миллиона добьём. Делайте кнопочку серой. Вот она, серая кнопка. Подписывайтесь на второй канал, там вышло новое видео. Давайте сегодня 120 косарей сделаем сразу. С вас лайк, комментарий, подписка на канал и самое главное колокольчик. И всем до новых видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok